Добрый день, коллеги! С вами снова Кошечкин Константин, и мы продолжаем изучать Python и его основные библиотеки. Сегодня мы поговорим про векторизированные строковые операции. Одна из ключевых задач, для чего применяется Python, это работа со строковыми данными. И Pandas нам помогает в этом как раз за счет набора операций по работе с векторизированными строками. И они являются неотъемлемой частью обработки данных и, например, таких операций, как их очистки и подготовки данных к дальнейшему использованию в рамках построения наших систем машинного обучения, нейронных сетей и так далее. Сегодня мы рассмотрим некоторые строковые операции в Pandas, а затем рассмотрим их использование для частичной очистки очень запутанного набора данных, рецептов, собранных из интернета. Ранее было рассмотрено применение NumPy и Pandas для того, чтобы представить данные в виде массива и производить над ним определенные операции. То есть самый простой пример, это когда мы делаем такую серию чисел и умножаем их все на 2. Это такой концепт обобщения арифметической операции с множеством элементов одного массива. Мы за счет этого получаем упрощенный синтаксис работы с данными, нам не нужно переживать о том, какого размера у нас массив, и просто указываем операцию, которую нужно выполнить. Если мы хотим что-то подобное сделать со строками, нам нужно будет использовать циклы, и, например, их можно писать в компактном виде, что также довольно удобно. Например, вот перевод в заглавный, первую букву в заглавную. Соответственно, этот список мы можем присвоить только переменно и дальше использовать, да, или перезаписать имеющиеся. Надо понимать, что этот способ будет работать только если у нас данные чистые, и мы каждому из элементов можем применить ту операцию, которую мы планировали. Соответственно, если у нас есть какие-то пропущенные значения или какие-то другого типа данные, мы будем получать ошибку. При этом Pandas в себя включает функции для выполнения таких операций с векторизированными строками и для правильной обработки отсутствующих данных с помощью атрибутов, объектов, серий и индексов. Содержащих строкий. Давайте для примера попробуем создать серию с теми же данными. И теперь мы к этой серии можем вызывать этот метод, который будет работать для всех записей и будет пропускать пропущенные. То есть, через атрибуты Storm мы можем получать доступ к тем-тем методам, которые работают со строками и не получать ошибки, если в этой записи не строка. В принципе, те методы, которые есть в Pandas для работы со строками, учить отдельно не надо. Они соответствуют тому, что есть в Python. В принципе, они в целом интуитивно понятны. Достаточно их посмотреть в виде таблицы и будет ясно, кто что делает. Например, переводит в строчные символы, в заглавные символы, находит символ, удаляет пробелы и так далее. В принципе, мы про многие из них уже говорили, когда обсуждали строки в Python. Сейчас к ним можно вернуться и посмотреть. Также нужно знать, что разные методы будут возвращать разные значения. Например, для метода Lower будет возвращена серия строк. Для метода LEN длина будет возвращены числа, обозначающие длину каждой строки. И для метода StartWith будет возвращаться тот символ, который мы передаем, чтобы проверить, с какого символа начинается наше значение. То есть, тут будет логическое или нет. Если мы строку хотим разделить, то нам будут возвращаться списки. Как мы помним, по умолчанию деление использует пробел как ключевой символ. Также есть методы, которые используют регулярные выражения для того, чтобы применить их к той, к каждой из строк и, соответственно, вернуть результат. В принципе, у них синтаксис будет соответствовать тому, что есть в модуле Regular Expression. Вот несколько примеров. Это Match, когда для каждого элемента возвращается логическое значение, есть ли соответствие это в регулярном выражении или нет. Extract возвращает соответствующие группы в виде строк, которые были выбраны этой регуляркой. FindAll будет выдавать каждый элемент. Replace заменит вхождение шаблона какой-то другой строкой. Contains будет вызывать search для каждого элемента, возвращая логическое значение. Count – подсчет вхождений шаблона. Split – эквивалентно string split, но с возможностью использования регулярных выражений. R-split – эквивалентно R-split. Эти возможности довольно интересны, потому что у нас появляется, например, функционал для того, чтобы выбрать первую непрерывную группу символов из строки. То есть мы можем, например, таким образом отрезать имена из вот этого группы, имя, фамилия. Соответственно, мы в string extract передаем регулярное выражение, которое принимает буквы заглавные и строчные. И повторяет это регулярное выражение множественное количество раз. Таким образом оно будет выполнено для всех входящих символов подряд. Более сложный пример – это когда мы ищем, с помощью символов, начало строки и конца строки, вхождение, отсутствие вхождения гласных. И таким образом выбираем строки, которые начинаются и заканчиваются на согласные. И, естественно, это может применяться в дальнейшем для того, чтобы чистить данные и получать доступ к каким-то отдельным строкам и так далее. Также есть множество других методов для строковых операций. Например, get индексирует каждый элемент, slice делает срезы, slice replace заменяет срез в каждом элементе переданным значением и так далее. Для замены значений, нормализации. В общем, довольно много различных вариантов, что можно сделать со строкой. Например, join объединяет строки в каждом элементе серии с переданным разделителем. Wrap позволяет разделить длинные строки на строки с длиной меньше заданной ширины. И так далее. Операции get и slice, в частности, обеспечивают доступ к векторизированным элементам из каждого массива. Например, мы можем получить фрагмент первых трех символов каждого массива каждой строки, используя per slice и как первый атрибут 0, и как последний 3, соответственно, с нулевого символа включительно и до третьего не включительно. Точно так же можно сделать и через привычный синтаксис Python, указав этот срез в квадратных скобках. То есть, работают оба варианта. Из интересного мы можем объединять несколько методов в одну строку. И, например, можем сразу разбить по пробелам строку и после этого выбрать из этой разбитой уже из этого массива элементов списка мы выбираем через get последний. Таким образом, в этом примере мы можем получить значение фамилии. Еще один интересный пример, который можно дополнительно пояснить, это метод getDummies. Он полезен, когда в наших данных есть столбец, который содержит закодированный индикатор. Например, у нас может быть набор данных, содержащий информацию в виде кодов, таких как А равно родился в Америке, Б родился в Великобритании, Д любит сыр, Д любит спам и так далее. И метод getDummies как раз позволяет нам такие признаки, закодированные символами, по разделителю разбить в DataFrame. Таким образом, у нас есть возможность объединять последовательность таких операций и достигать необходимой нам цели по подготовке наших датасетов. Подробнее про это можно почитать в документации по работе с текстовыми датасетами в Pandas. Дальше давайте рассмотрим эту работу на реальном примере. Попробуем на данных, которые можно в открытом виде качать из интернета. Это будет набор рецептов по приготовлению еды, собранной из различных источников в интернете. Цель наша будет стоять в том, чтобы разбить данные из рецепта на списке ингредиентов, чтобы мы могли найти рецепт на основе тех ингредиентов, которые у нас есть. Первым делом нам нужно будет импортировать список рецептов и его распаковать. После этого мы увидим, что у нас есть база в формате JSON. И ее можно попробовать прочитать через метод PandasReadJSON. Если посмотреть на скачанный датасет, мы увидим, что он содержит в себе набор строк, где каждая строка является JSON, но при этом сам файл в целом JSON не является. Мы это понимаем при попытке прочитать его через ReadJSON за счет того, что использовать рецепт, мы увидим то, что нам будет возвращаться ошибка значения TrailingData. Можно про нее подробнее почитать в интернете, что она означает. И дальше мы можем попробовать посмотреть построчно этот файл и посмотреть его форму, shape, и, соответственно, они корректно обрабатываются. Значит, у нас действительно каждая строка это JSON, и нам нужно его будет пересобрать в один большой JSON. Для этого мы загружаем файл через Open, читаем его построчно, и каждую строку помещаем в список, и этот список отдаем на вход в Pandas Redjson. Соответственно, получаем то, что у нас есть теперь массив из 173 тысяч строк, которые содержат 17 столбцов. Если посмотреть первую запись в этом списке, мы увидим, что у нас есть идентификаторы, названия, что это такое, ингредиенты через перенос строки, адрес, откуда это было взято, изображение, дата, время готовки и так далее. Ну и какое-то описание. Поскольку эти данные, которые были собраны из интернета, то могут быть любые сюрпризы, любые несоответствия типов, и, соответственно, к ним нужно относиться очень внимательно. Для начала давайте разбираться со списком ингредиентов, потому что это была наша цель, как мы сказали. Для этого мы можем использовать методы посмотреть длину строки ингредиентов, списка ингредиентов, и вызвать метод describe, чтобы посмотреть, как они распределяются. Мы увидим, соответственно, что максимальное значение будет около 9000 символов, и минимальное 0, в среднем около 240 символов. Если нам интересно посмотреть, что же там в битве в самом длинном списке ингредиентов, мы можем через numpy argmax найти индекс того элемента, у которого самая большая длина, и через индексирование вывести его на экран. мы увидим какой-то длинный список рецепт компонентов. Точнее, это мы выводим не ингредиенты, а название рецепта со самым длинным списком. Если посмотреть на сам список ингредиентов, этого рецепта, он, конечно, будет очень длинным и, видимо, очень сложным. Также мы можем смотреть, как эти рецепты распределены по категориям. Например, посмотреть количество рецептов, в которых в описании есть слово «завтрак». Мы указываем первую букву двух вариантов, как строчную и заглавную. чтобы оба варианта выводились. У нас 3500 рецептов, в которых написано, что для завтрака. Также мы можем тот же принцип применить для ингредиентов и найти, где есть корица. Также посчитать сумму этих рецептов. Получим 10000. Также мы можем посмотреть опечатки в ингредиентах и, например, поискать корицу с одной буквой N на английском «цинамон». Получим, что в 11 рецептах она неправильно написана. Собственно, вот такая обработка данных при помощи Python является неплохим способом для использования его как инструмента специалиста по анализу данных. Давайте попробуем сделать простую систему рекомендаций рецептов. Нам нужно будет по списку ингредиентов найти рецепт, в котором используются все ингредиенты, которые мы дадим ему списком. То есть, у нас есть какой-то перечень компонентов, из которых мы хотим что-то приготовить, и нам нужно будет найти подходящий рецепт. сначала мы сделаем, сначала мы попробуем найти специи, которые есть в рецептах. Для этого мы делаем список специй и обрабатываем наш базу рецептов по ингредиентам через строковую операцию contains, используя наш список специй через цикл for для того, чтобы для каждой строки отметить, содержит он название этой специи или не содержит. Также мы используем операторы NORCASE модуля RE, чтобы у нас было вне зависимости от строчных или заглавных букв этот поиск. То есть, у нас сейчас есть датафрейм, в котором индексы совпадают с номерами рецептов, и есть набор столбцов, соответствующих нашим специям. Дальше мы можем из этого датафрейма через метод query искать какие-то дополнительные наборы данных. То есть, например, мы можем выбрать петрушку, паприку и эстрагон. Через метод len мы можем посмотреть сколько у нас таких рецептов. Их нашлось 10 штук. И, соответственно, если мы их индексы подставим в наш массив рецептов, мы сможем увидеть их название. Ну, соответственно, здесь можно применять и другие наборы данных, использовать не специи, а, например, какие-то другие компоненты. и дальше, соответственно, мы фильтруем рецепты, чтобы посмотреть, что нам подойдет. С рецептами можно дальше поэкспериментировать и попробовать найти что-то интересное для себя, потому что это довольно увлекательно. Мы тем временем давайте продолжим изучать другие направления и поговорим про работу с временными рядами. Pandas вообще был разработан в контексте финансового моделирования и, следовательно, он имеет большие возможности для работы с датами, временами и данными, индексированными по времени. Данные о дате и времени бывают нескольких видов, которые мы как раз обсудим. Это могут быть отметки времени, они относятся к определенным моментам времени, например, 4 июля 2015 года 7 часов 00 минут. Временные интервалы и периоды относятся к промежутку времени между конкретной начальной и конечной точками, например, 2015 год. Периоды обычно относятся к частному случаю временных интервалов, в которых каждый интервал имеет одинаковую длину и не перекрывается. Например, 24-часовые периоды называются днями. Дельта времени или продолжительность ссылаются на точную продолжительность времени, например, продолжительность 22,5 секунды. В этом разделе мы будем говорить о том, как работать с каждым из этих типов данных с помощью инструментов Pandas. Здесь, конечно, будет описано только основные моменты, подробнее все нужно смотреть по документации и решать в зависимости от каждого конкретного случая, потому что везде будет все сильно нужно в своем и могут быть свои особенности. Давайте смотреть на каких-то примерах. В мире Python есть ряд доступных представлений дат, времени, дельт и интервалов времени. Хотя инструменты временных рядов представляемые в Pandas, как правило, наиболее полезны для приложений, связанных с наукой о данных. Их можно рассматривать и по других целях. У нас есть встроенный DateTime модуль, в котором будут основные инструменты для работы с датами. И есть дополнительный модуль DateUtil, который также может быть широко использован. Давайте через модуль DateTime попробуем построить дату. Мы указываем год, месяц и день. И получаем наш объект в формате DateTime. Через DateUtil можно использовать парсинг и анализировать строку и соответственно получить тот же результат. Хотя на входе была строка. Дальше у нас появляется возможность к DateTime объектам применять различные методы. Например, мы можем вывести день недели. 4 июля 2015 года это была суббота. Вообще для форматирования дат есть определенные правила и тот синтаксис, который применен в этом примере, он как раз из этого набора по отображению дат и времени. Их можно подробно посмотреть в документации. Также надо знать про связанный пакет, который PYTZ называется, о котором также надо упомянуть. Он как раз может применяться для работы с часовыми поясами, временными рядами и так далее. Преимущества модулей DateTime и DateUtils включают свою гибкость и в простом синтаксе их можно использовать встроенные методы этих объектов, чтобы выполнять различные операции с данными. Но с ними могут быть сложности, если вы работаете с большими массивами дат и времени. Точно так же, как списки числовых переменных Python неоптимальны по сравнению с типизированными числовыми массивами в стиле NumPy. Также списки объектов даты и времени Python неоптимальны по сравнению с типизированными массивами закодированных дат. Соответственно, NumPy нам предлагает для этого DateTime 64. Он позволяет кодировать даты в 64-битные целые числа. Это дает нам возможность компактного представления массивов дат. Но на входе он требует специфичный формат для ввода. Например, взяв исходную дату в формате NumPy, мы можем к ней прибавлять отдельные значения. Если у вас эта дата без времени, то мы будем добавлять дни. Соответственно, в нашем примере мы к той дате, которую мы представили в формате, с которым работает NumPy, прибавляем через метод NumPy range значение до 12. И получаем соответственно от 4-ка нам прибавили 0 до 15 в нашем списке дата. Из-за того, что у нас в NumPy универсальный тип, он работает гораздо быстрее, чем мы будем работать с объектами DateTime Python. Надо при этом понимать, что у объектов DateTime 64 и TimeDelta 64 есть особенность, это их 64-битная точность, которая достигнута за счет того, что взяли какую-то базовую временную единицу и соответственно любое значение это это базовая единица умноженная на 64. То есть у нас получается есть ограниченный диапазон разрядности значений и для наносекунд у нас будет ограничение сколько мы их можем хранить и соответственно в это число также нельзя засунуть любую дату. У нас есть только диапазон в 500 лет, чтобы работать через этот лет. Соответственно работать мы можем как с днями не указывая время, так же можно детализировать до времени и когда оно будет добавлен в этот объект. Так же мы можем указать в каком виде нам отдавать значение таймдейт например мы можем указать что мы хотим получать наносекунды и соответственно нам будет добавлена соответствующая разрядность в наш вывод. Дальше в таблице видно список доступных форматов и относительные абсолютные промежутки времени которые они могут кодировать соответственно в нашем примере мы видели наносекунду у нас есть и меньше размерности и соответственно чем мы меньше формат сдаем тем более короткий промежуток времени мы можем закодировать соответственно чем больше размерности тем больше промежутка можно охватить на практике чаще всего применяется кодирование в наносекундах потому что оно охватывает достаточный промежуток времени для работы и дает достаточную степень детализации точности ну и конечно у нам дейтайм будут не все методы которые у нас доступны в модулях дейтайм и дейтутилс соответственно в пандус есть универсальный инструмент который называется тайминг стемп он считает в себе простоту использования дейтайм и дейтутилс и эффективно может представлять в векторном формате так же как это сделано в наймпе из группы таких таймстемп объектов пандус может создать дейтайм индекс который можно использовать для индексации данных серии или датафрейме на них мы как раз посмотрим дальше в примерах давайте попробуем воспроизвести тот же пример который нам давал день недели при помощи пандус таймстемп используя метод то дейтайм мы можем также конвертировать строку в таймстемп да то есть вот мы выводим дату как таймстемп и применяем к ней метод который нам показывает день недели и точно так же мы можем выполнять векторизованные операции в стиле нампи то есть мы сначала нампи arrange конвертируем в date time в дни и прибавляем их дальше будем более подробно рассматривать как раз инструменты которые есть в пандус наиболее полезны они конечно когда мы начинаем индексировать данные по меткам времени например попробуем создать серию индексированием по времени для этого мы задаем индекс указанный как даты и получаем значение которые имеют как ключ дату и теперь мы можем соответственно использовать наши стандартные способы индексации для того чтобы работать данными то есть мы например можем взять диапазон из даты сделать с ним срез обратите внимание что это не текстовые строки мы их создавали через date time индекс и соответственно с ними можно делать специфические операции например отобрать данные по году указав для индексации давайте посмотрим теперь на структуры данных временных рядов для меток времени pandas предоставляет timestamp тип как это было уже обозначено это соответственно замена date time python и numpy date time 64 и для индексации используется date time индекс для периода времени pandas предоставляет тип период он кодирует интервал фиксированной частоты на основе numpy date time 64 и связанная структура для индексации будет называться период индекс для временных дельт или длительностей pandas предусматривает тип time дельта и соответственно time дельта будет заменой аналогичного метода из модуля date time и numpy time дельта 64 и для индексации он будет называться как time дельта индекс наиболее часто используется конечно timestamp и datetime индекс и для того чтобы приводить к этому формату используется pandas to date time метод она соответственно анализирует различные входящие форматы и дает на выходе timestamp если мы на входе будем давать несколько дат по умолчанию мы получим date time индекс ну вот пример как раз когда мы в to date time подаем data time пайденовский подаем строку текстовую в различных вариантах написания и волшебным образом to date time умеет разгадать каждое из этих синтексов без дополнительных каких-то пояснений и дает нам на выходе как раз список из data формата date time индекс если нам нужно преобразовать этот набор интервалов периоды мы можем применить метод to period и указать ему до какого размерности их кодировать то есть мы можем перевести в периоды соответствующие дням при этом будет создан time дельта индекс соответствующий количеству дней и соответственно то же самое можно получить когда одна дата вычитается из другой если нам нужно получить последовательность из периодов у нас есть возможность использовать дополнительно функции date range для меток времени период range для периодов и time delta range для временных дельт пайдон функции range также как и в нампе range превращают начальную точку и конечную точку в последовательность с возможностью указать размер рага точно так же date range принимает дату начала дату окончания и необязательный код частоты для создания регулярной последовательности дат по умолчанию используется последовательность в один день то есть мы задаем начальную дату конечную и получаем список из дат между ними как другой вариант мы можем указать начальную дату и количество периодов которые мы хотим задать в этом случае период по умолчанию считается день то есть мы получим 8 дней если нам нужны не дни а часы мы просто указываем аргумент frequency частота и по умолчанию ставим часы ну не по умолчанию в смысле сдаем его равным часам и получаем список из 8-ми часовых периодов для создания регулярных последовательных значений период и тайм дельта полезны похожие функции период рейндж и тайм дельта раньше например можно сделать месячные периоды за счет того что мы указываем месяц и год ставим периоды что там месяц и получаем набор из таких периодов для тайм дельта соответственно эта запись будет выглядеть как количество дней и количество временных периодов в нашем случае это будут часы то есть сколько интервале дней и часов все это потребуется для того чтобы понять как пандас будут применяться эти методы для работы с временем и датами давайте посмотрим на частоты и смещения в основе этих инструментов временных рядов пандас лежит концепция смещения частоты или даты точно так же как мы видели коды день и час мы можем использовать другие коды для указания любого желаемого частотного интервала это таблица тех кодов которые мы можем использовать для указания частоты это дни календарные B D календарные дни B рабочие дни W еженедельное смещение M большая конец месяца BM конец рабочего месяца Q от слова квартал четверть конец квартала бизнес квартал конец делового квартала A конец года H часы T минуты S секунды L миллисекунды U микросекунды N наносекунды ежемесячная ежеквартальная годовая периодичность отмечаются в конце указанного периода если мы добавим софикс S к любому из них они будут помечать периоды в начале то есть если нам нужно получить начало месяцов мы должны указать MS COS AS и так далее если вам нужен конкретный месяц то можно указывать его также в виде кода трехбуквенного через DEFICE добавляю например кварталу к году и так далее также можно применять к делению недель добавив трехбуквенный код дня недели например отчет у нас недельной периодичности был не с понедельника например со среды также эти коды можно объединять например для того чтобы указать частоту 2 часа 30 минут мы можем объединить коды часов и минут соответственно указываем их таким вот образом и на выходе получаем наши интервалы периодом 2 часа 30 минут пандус мы можем использовать методы offsets которые нам позволяют делать примерно то же самое соответственно мы можем указать рабочие дни через как периодичность через как раз один из методов модуля offsets возможность использовать даты и время в качестве индексов для организации данных и доступа к ним является очень важным инструментом для пандус и он очень часто находит применение на практике преимуществами индексирования данных это конечно выравнивание во время операции интуитивная нарезка доступ к данным по индексу они все применяются для индексации с помощью дат и в пандус есть несколько дополнительных операций которые специфичны для временных рядов давайте рассмотрим некоторые из них в качестве примера будут использоваться данные о ценах на акции так как он был изначально разработан для работы в финансовом секторе в нем есть очень специфические инструменты для финансовых данных например есть пакет data reader который умеет импортировать финансовые данные из соответствующих финансовых источников yahoo финанс google финанс и других и на нем можно потренироваться в этом примере мы загружаем цену закрытия акций компании google по дням 2004 по 2016 год получаем соответствующий data frame мы его дальше можем визуализировать используя метод plot для этого устанавливаем matplot lib и получаем вот такой график но из распространенных потребностей данных который содержит временные ряды является необходимость сделать повторную выборку с более высокой или более низкой частотой это мы можем сделать при помощи метода resample или проще с помощью метода sfrequency основное различие между ними исключается в том что resample это агрегация данных а sfreak выборка данных теперь давайте сравним кто они возвращают если мы уменьшим выборку данных здесь мы на этот график добавляем линии которые соответствуют концов рабочего года и среднему значению и соответственно получаем две дополнительных линии через resample и как раз через resample и здесь мы как раз видим разницу между resample и resample так как resample сообщает среднее значение за предыдущий год а resample сообщает значение на конец года то есть наследие они отличаются одна по среднему другая по значению на конец для повышения чистоты дискретизации resample и sfreak в значительной степени эквивалентны хотя у повторной выборки доступно гораздо больше параметров в этом случае по умолчанию для обоих методов точки с повышенной дискретизацией остаются пустыми то есть заполняются значениями так же как и в случае с ранее рассмотренной функцией pandas fill na sfreak принимает метод и аргумент соответственно чтобы указать какие мы будем заполнять значения для тех которые у нас не заполнены в этом примере мы будем передискретизировать данные рабочего дня с ежедневной частотой то есть включая выходные то есть для временных временных рядов мы можем применить методы backfill и forward fill и это очень хорошо видно на графике где у нас есть пропуски в значениях мы их сможем заполнить либо теми значениями которые были на предыдущем день или теми которые были на следующем который заполнен давайте посмотрим немножко как мы такой красивый график нарисовали мы соответственно делим через matotlib на 2 под графика мы берем срез 1 10 дней дальше мы первый график заполняем данные и они соответственно будут только за рабочие дни потому что по выходным торги не идут и соответственно дальше мы для второго графика строим две дополнительные линии используя методы backfill и forwardfill то есть на первом графике у нас идет как по умолчанию до нерабочие дни пустые их значения но на вайлабл и они не отражаются на графике а на нижнем показаны различия между двумя стратегиями заполнения пробелов вперед и назад сдвиги во времени другой распространенной операцией специфичной для временных рядов является сдвиг данных во времени у пандас есть два тесно связанных метода для вычисления этого это будет shift и tshift разница между ними заключается в том что shift сдвигает данные а в tshift сдвигается индекс в обоих случаях смещение задается кратно частоте давайте попробуем сделать двиг на 900 дней здесь мы видим что shift 900 смещает данные на 900 дней сдвигая некоторые из них за пределы графика и оставляя на новой был на другом конце время как тиши 900 как значение индекса сдвигаются на 900 дней то есть если посмотрим наши графики то первое это исходные данные второй график это shift да то есть у нас данные сместились как бы сдвинули временную рамку соответственно если используем те shift то мы как бы все те же самые данные перенесли на 900 дней вперед то есть это сдвиг временной рамки не меняя данные да то есть на дату которая помечена в красной линии у нас данные остались неизменны но она соответственно оказалась уже не 2008 году а 2010 и в втором примере точно так же у нас данные которые были в 2008 оказались 2010 но соответственно та рамка которую мы оцениваем сместилась целиком на 900 дней вперед в варианте с shift мы изучаемую временную рамку оставили на том же диапазоне который и был обычный контекст для применения такого сдвига заключается в вычислении различий во времени например мы можем использовать смещенные значения чтобы вычислить годовой доход от инвестиций в акции google в течение определенного периода времени это может нам помочь например чтобы увидеть общую тенденцию в акциях например с google наиболее прибыльные времена были после того как они вышли на биржу и стали продавать свои акции и после кризиса 2008 года следующий тип операции который интересно посмотреть это скользящая статистика он специфичен как раз для временных рядов и тоже реализуется в пандас можно его использовать с помощью метода rolling атрибутов series и дата frame объектов она будет возвращать представление которое похоже на то что мы получали при грубой операциях это скользящее представление по умолчанию будет доступно для агрегирования например давайте посмотрим центрированное скользящее среднее стандартное отклонение цен акций google как и в случае с групповыми операциями методами агрегейт и apply можно получать скользящие вычисления как вы видите вообще эти методы они очень имеют широкое представление естественно про них можно найти большое количество информации чтобы ее изучить в первую очередь можно смотреть онлайн документацию по пандас и изучать различные учебники делать примеры таким образом можно получить очень неплохой опыт давайте посмотрим на пример визуализации количества велосипедов в си и атле это набор данных который был получен автоматическим счетчиком велосипедов и публично доступен начинаем мы с того что его импортируем из соответствующего источника затем читаем через пандус read и swim получаем data frame в data frame у нас часы и соответственно восточная и западная дорожка и количество велосипедов на них по часам можно в этом наборе данных сократить имена колонок имена столбцов также надо обратить внимание что мы сразу как индекс используем дату то есть уже у нас в этом data frame data это индекс и соответственно добавляем общее количество велосипедов через eval как колонку с названием total также мы исключаем пустые строки и через describe можем посмотреть сколько у нас в среднем велосипедов час у нас получилось 115 среднее всего было посчитано 35000 это 35000 строк а не велосипедов соответственно и максимум всего в час у нас было 1000 велосипедов давайте начнем с визуализации построим представление о наборе данных без дополнительной обработки получим соответствующий график соответственно поскольку здесь записи почасовые то мы здесь не видим диапазона внутри дня а видим весь период наблюдения для того чтобы нам получить более полезную информацию нам нужно использовать более грубую оценку то есть например посмотреть за другой период через ресэмплинг например например по неделям то есть мы используем ресэмпл неделя и сумма сколько за неделю у нас проехало велосипедов соответственно у нас тут есть общее значение и две наши дорожки восточная и западная это нам показывает некоторые интересные сезонные тенденции летом люди ездят на велосипедах больше чем зимой и использование велосипеда от недели к неделе будет неоднородно вероятно это зависит от погоды также мы можем применить метод агрегирования данных используя скользящая средняя через rolling min функцию давайте посмотрим 30-дневная скользящая средняя наших данных и проверим центрировано ли оно получаем соответствующий результат на нем мы видим что зубчатость обусловлена жестким обрезанием окна мы можем получить более сглаженную версию скользящего среднего используя оконную функцию например окно гаусса давайте возьмем ширину окна в 50 дней и получим сглаженные кривые хотя эти склаженные представления данных полезны для получения информации о общей тенденции в данных они скрывают большую часть интересной структуры например можем захотеть посмотреть на средний график в зависимости от времени суток мы можем сделать это используя функцию групп бай структуры на график представляет собой бимодальное распределение с пиками около 8 утра и 5 вечера это связано с тем что соответственно люди утром едут на работу а вечером обратно и также видно различия между западным и восточным тротуарами которые используются для движения в разные стороны да то есть у нас по одному тротуару едут утром по другому в основном вечером также мы можем посмотреть и по дням недели групп бай нам дает усредненные значения и соответственно мы видим общую тенденцию мы видим сильное значение между буднями и выходными днями с понедельника по пятницу мост в среднем пересекает примерно в два раза больше пассажиров чем в субботу и воскресенье можно попробовать сделать составной группа и посмотреть на почасовую тенденцию в будние дни по сравнению с выходными начнем с группировки по признаку которая означает выходные и по времени суток результат получается очень интересный мы видим бимодальную схему поездок на работу в течение рабочей недели и одномодальную модель отдыха в выходные дни до то есть у нас по выходным большинство едет в районе обеда деление на неделе мы делали через нампи где у нас для значения меньше пяти ставилось в их дэй и наоборот ставилось выкенд дальше мы провели группировку по нашему делению на рабочие дни и будни средним значением по времени в принципе аналогичные подходы можно применять для других наборов данных и в целом эти концепции очень часто используются в исследованиях данных исследовательской статистики и можно попробовать поиграть с таким датасетом посмотреть что-то дополнительно ну и в заключении по пандус давайте посмотрим высокопроизводительные выражения как уже видели в предыдущих разделах у нас есть возможность из пакетов python вызывать низкоуровневые на более низком уровне написанные скрипты на си и таким образом у нас есть оболочка для удобного синтаксиса для высокопроизводительных приложений реализованные в пакетах numpy pandas и так далее векторизированные операции групповые операции те которые мы до этого рассматривали часто они основаны на создании промежуточных и временных объектов которые используются для обработки в добавок к этому у нас в пандус есть функции eval и query которые дают возможность не использовать промежуточные массивы для обращения к данным давайте посмотрим немножко на примерах зачем нам могут пригодиться query и eval как пример мы можем привести сложение двух массивов и вычисление массивов numpy намного быстрее чем сложение с помощью цикла в форматах нативного питона то есть вот в этом примере у нас сложение в numpy заняло 1,85 миллисекунды и для цикла заняло 200 миллисекунд однако это будет не столь эффективно если мы используем составные выражения то есть если у нас есть несколько условий в одной маске она будет обрабатываться как несколько отдельных масок то есть каждый промежуточный шаг явно выделяется в памяти если массивы из нашего примера x и y очень большие это может привести к значительным расходам памяти и вычислительных ресурсов та библиотека о которой мы сейчас говорим нам экспор дает нам возможность вычислять этот тип составного выражения поэлементно без необходимости выделения полных промежуточных массивов нюмэкс принимает строку задающие выражения в стиле нампи которую мы хотим вычислить то есть мы те же самые условия которые были в предыдущем примере можем задать для этого модуля и он также будет обработан преимуществом здесь является то что нюмэкс проценивает выражение таким образом что полноразмерные временные массивы не будут использоваться и поэтому нюмэкс будет более эффективный чем найпи особенно для больших массивов инструментов пандус и вал и куэри они принципиально схожи с ним экспорт и также имеет смысл их для таких задач применять функция и вал пандус используют строковые выражения для эффективного вычисления операций с использованием dataframe дадим 4 dataframe со случайными значениями по 100000 строк 100 колонок и попробуем их сложить поскольку это пандус dataframe их можно просто складывать и эта операция у нас займет 59 миллисекунд тот же результат можно получить при помощи пандус и вал будет выполняться быстрее и даст тот же результат то есть если мы их сравним они совпадают но они через вал было задействовано меньше памяти и выполнение было быстрее у вал также есть другие аритметические операторы например мы можем складывать вычитать умножать делить и так далее можем применять операторы сравнения индекс у них получается такой же как просто в пандус также вал поддерживает попит вы операторы также он поддерживает использование буквенных and и о логических выражений точно так же мы можем обращаться к индексам внутри выражения и вал сложности могут быть с вызовом функций и других выражений внутри и вал то есть это все-таки немножко ограниченный инструмент в пандус есть функция верхнего уровня и вал и есть метод для дата фреймов который называется также и если мы применяем метод то мы можем ссылаться на имена столбцов по имени и соответственно это может быть удобно вот в этом примере мы создаем dataframes именованные столбцами и дальше с помощью и вал мы можем обращаться к столбцам как через точку указывая их после названия dataframe и можно даже сократить эту запись указав просто имена столбцов то есть получается что имена столбцов рассматриваются как имена переменных также через вал мы можем создать новый столбец и присвоить ему значение полученное при вычислении из других столбцов то есть мы просто указываем что столбец D равен A плюс B деленное на C и соответственно он будет добавлен в dataframe это также довольно удобно мы это видели в других примерах точно так же мы можем изменять значение уже существующих столбцов то есть в этом примере мы в столбец D присвоим значение уже A минус B до этого было плюс теперь минус B деленное на C и также значение будут обновлены также у нас есть внутрь Eval передать переменную указав ее через собачку ее имя то есть мы здесь добавляем среднее значение A до этого среднего читается присво присваивается переменной колонн мин символ собачки здесь обозначает имя переменной а не имя столбца и позволяет эффективно оценивать выражение включающие два пространства имен пространства имен столбцов и пространства имен объектов python такое указание через собачку работает только для метода dataframe Eval а для метода высокого уровня до функции pandas высокого уровня он уже не будет работать это связано с тем что у функции нет понимания о том с каким пространством имен столбцов она будет работать и пару слов про метод query мы его уже несколько раз упоминали он также основан на оцениваемых строках и мы можем применять его например для фильтрации значений преимущества можно добавить то что у него более легко читаемый синтаксис и туда также через собачку можно передавать переменные для того чтобы использовать например фильтр по среднему значению пересмотрение вопроса об использовании этих функций есть два соображения мы во-первых уже поменули про время работы и память то есть если мы используем какой-то очень большой датафрейм который сопоставим по размеру с системной памятью то выгоднее будет работать по строкам чтобы применялся метод без создания промежуточных хранилищ то есть использовать eval и query также всегда можно посмотреть размер того массива с которым вы работаете в байтах чтобы оценить через nbytes с точки зрения производительности eval может быть быстрее даже если мы не используем системную память на максимум проблема заключается в том что надо учитывать также размер системного кэша процессора что влияет на скорость обработки на этом все безусловно нужно будет эти вопросы изучать подробнее когда вас дойдет до оптимизации каких-то программ по скорости работы или вы столкнетесь с тем что решаемая вами задача не влезает в объем памяти надо будет вспомнить про то что есть варианты когда мы работаем не с всем массивом данных одновременно а посторожном что даст нам преимущество спасибо за внимание